Еще перед началом Олимпийских игр лондонские власти рекомендовали всем местным жителям покинуть город или работать из дома, поэтому местные такси лишились своих постоянных клиентов. Обычные туристы тоже не приехали, а вот фанатам вместе с билетом на соревнования бесплатно выдавали проездной на общественный транспорт. Дуг работает таксистом уже 27 лет, и он участвовал в демонстрациях против так называемых Олимпийских полос. Это абсолютный кошмар. Ежедневно мы теряем от 25 до 40% доходов, потому что они всем сказали не приезжать в Лондон. Изначально они собирались использовать наши такси, чтобы перевозить людей. Теперь же они пользуются БМВ. Таксисты объясняют свое недовольство тем, что они не могут нормально работать, и люди отказываются пользоваться их услугами. Это худшее время за все мои 27 лет работы. Никуда невозможно попасть. Повсюду дороги перекрыты, и каждая поездка занимает в три раза больше времени, потому что не получается проложить прямой маршрут. Вот эти полосы игр. Проехаться по ним стоит 135 фунтов. Если не в том месте повернешь направо или налево, будут неприятности. В общем и целом его коллега согласен. Однако для него главное отсутствие в городе людей. Олимпийские полосы, я действительно думал, что они будут проблемой, но это не так. В городе так мало транспорта, просто никого нет. Поэтому эти полосы не имеют значения. В Лондоне много тех, кто доволен изменениями из-за спортивных соревнований. Но черные кэбы все равно ждут конца олимпийских и паралимпийских игр с нетерпением.